Капля никотина убивает лошадь. Данную фразу знают уже многие жители, не только нашего города, нашей страны. Она его достаточно известная, но удивительно, что это практически никак не влияет на количество курильщиков. И однако есть праздник, призванный решать данную проблему. Приходится он ежегодно на 3-й четверг ноября и носит название Международный день отказа от курения. Сегодня у нас в гостях Татьяна Николаевна Кирсанова, врач-терапевт медицинского центра города Якутска. Доброе утро, Татьяна Николаевна. Какие мероприятия уже прошли в рамках этой недели? В рамках недели прошли такие мероприятия, как различные акции среди школьников, тематические уроки с привлечением медработников, чтобы нагляднее и понятнее объяснить школьникам, студентам о вреде курения. Также был выход в трудовые коллективы. Казалось бы, что можно сказать взрослым людям, которые уже, наверное, столько лет курят и все такое. Но, тем не менее, мы отмечаем, что даже, допустим, я сама лично убедилась, что в ходе таких лекций, выдачи раздаточного материала, а по результатам, которым через полгода приходишь на это же предприятие, и пациенты, работающие люди, они говорят, что да, мы отказались, мы бросили курить. То есть, как бы, хотя бы 2-3 человека с предприятия, это уже, как бы, я думаю, считаю, что это уже очень много значит об профилактике, о том, что наша работа, она никуда не ушла, да, зря не проходит. Конечно. Также, помимо этого, проводятся различные круглые столы, где рассказывается о последствиях табакокурения. Очень много. Ну, вот о вреде давайте как раз непосредственно поговорим, какой вред все-таки наносите. Чем вы делитесь с людьми? Ну, в первую очередь, это, конечно же, заболевание бронхолегочной системы. Во вторую очередь, это заболевание со стороны сердечно-сосудистой системы, так как табакокурение является риском развития таких осложнений, как инсульты, инфаркты, различные там гангрены, трофические язвы и прочее. То есть все то, что новый закон нам вносит на пачках сигареток, все это действительно есть на самом деле? Все это, да, действительно на самом деле. И поэтому я считаю, что различные такие мероприятия по формированию здорового образа жизни, которые сейчас очень активно ведутся, различные такие пропаганды отказа от курения, различные законы, проекты законов. Это очень хорошо влияет на роль формирования вот этого вот отказа среди молодежи в первую очередь. Так как сейчас, допустим, видна тенденция к снижению табакокурения среди молодежи. Если раньше, в 90-е годы, это было, ну, почти 90% студентов, молодежи курили, то сейчас это в разы меньше. Это порядка около даже 50%, наверное, среди молодежи. Ну и с каждым годом все-таки идет уменьшение, тенденция к уменьшению. Но вот мы привыкли слышать, что некурящий человек, находясь в одном помещении с курящим, получает больше вреда. Действительно ли это так и почему? Да, это действительно так, потому что курящий человек, он выдыхает, как бы, а рядом сидящий человек, он вдыхает такой же дым, но со смешиванием с кислородом. Это все как бы в разы еще увеличивается, и даже пассивный курящик, он получает больше вреда, нежели чем сам курящий человек. И точно так же, вот я считаю, очень неправильным, если среди детей кто-то курит и взрослых, что часто довольно-таки встречается, потому что дети, ранний организм, он наиболее восприимчив к этим опасным веществам. Так, например, у них повышается риск развития таких заболеваний, как бронхиальная астма, и различные, как бы, ранние хронизации заболеваний бронхолегочной системы. Что, допустим, у людей взрослого встречается, довольно-таки, во взрослом возрасте, да, в 50-60 лет, то у вот таких детей, которые, как бы, пассивные курильщики, у них это уже где-то здесь лет с 10, да, уже начинается все это. Ну вот, а что касается электронных сигарет, все-таки, вот, насколько они приносят такой же вред, как сигареты? Потому что, по крайней мере, среди молодежи бытует такое мнение, что это электронные сигареты, это паровой, в общем, эффект, да, и типа, якобы он не наносит никакого вреда для здоровья. Ну, электронные сигареты, кальян, ну, это, как бы, такое завуалированное, завуалированное курение, оно так же вредно, по сути. То есть, вредно они наносят тот же? Да, тот же, да, почти такой же, даже, допустим, курение кальяна, он по составу углекислого газа, он в разы превышает, в раз 40, по-моему, превышает, чем в куривании сигареты. Поэтому, как бы, такое вот, такого безвредного курения... Не бывает. Не бывает, да. Большое спасибо. И все это, как бы, завуалированно. Теяна Николаевна, большое спасибо, что пришли, поделились такой ценной информацией. Я думаю, что многие, посмотрев сегодня нашу передачу, от наконец-таки все-таки откажутся и бросят вот эту плохую привычку. Спасибо, удачного вам дня. Спасибо, что пришли.